Девушки отдыхают Встречался в финале с «Динамо» и, конечно же, радовались вместе с Крымом. Да, 18 марта страна отмечала годовщину возвращения Крыма в состав России. Большие торжества прошли и на самом полуострове. Наша съемочная группа побывала в эти дни в Крыму. Как там сейчас идет жизнь, зачем в Крым приехали красноярцы и как крымчане готовятся к началу туристического сезона? Слово Елене Бурасовой. Ну, если бы мы остались в Украине, я так думаю, что здесь была бы война, наверное. Сами так думаете или взрослые так говорят? Я думаю. И все же я еще раз переспросила, действительно ли в 10 лет приходят такие мысли. Девочка ответила утвердительно. Люди на улицах Симферополя невероятно открыты. В годовщину присоединения полуострова к России многие приехали в центр города, чтобы почувствовать сопричастность к историческим событиям. И календарный праздник буквально каждый житель воспринимает как личный, а не как лишний выходной. Это вот даже никто не может представить, насколько мы счастливы, что мы в России, что мы с Россией, что мы говорим на своем родном и любимом, и таком красивом русском языке они, в пример, некоторому, что мы живем по московскому времени. Вы знаете, это мелочи, но которые вот только мы, наверное, можем ощутить в полную меру и вот быть такими счастливыми. Россия наша страна, всегда была. Ну, домой вернулись, 23 года жили, как сказать, в командировке. Ну, а сейчас мы дома, мы рады. За этот год жизнь изменилась, даже в мелочах, говорят симферопольцы. Элементарно на улицах города появились дворники и поставили урны для мусора. Начали менять указатели на улицах, большинство жителей Крыма уже поменяли паспорта и номера на машинах. Гривны вышли из обращения практически сразу. Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов говорит, что присоединение Крыма – вопрос политический и очень непростой. Но сделать это было нужно. У нас сегодня возросло понимание, что нужно поддерживать крымчан, и в том числе и юг Украины, потому что творится безобразие. У россиян всегда было очень большое чувство справедливости. И вот восстановление этой справедливости сегодня как раз это основной формат того, что мы перерастем, переждем, мы создадим при любой ситуации свою новую экономику. Орлен Шакиров везет нас из столичного Симферополя в курортный Евпаторий. Ну и штрафы в России легче по правилам ездить, говорит молодой человек, пока мы обсуждаем, как изменилась жизнь за прошедший год. Кстати, цены на услуги такси вне сезон вполне приемлемые. За маршрут длиной около 70 километров мы отдали чуть больше тысячи рублей. Прошлым летом патриотизм у жителей полуострова поддерживали россияне, которые приехали на отдых. Много россиян приезжали с мнением патриотизма, такого какого-то аж приятного на душе, говоря о том, что лучше мы потратим деньги здесь, чем где-то за границей, так как мы уже одно целое и тому подобное. Приятно слышать такие слова. Кто-то приезжает сюда в отпуск, а красноярская семья Усовых собралась и переехала на постоянное место жительства в новый российский регион. Сначала предложение возглавить офис красноярской компании в Крыму прозвучало для Юли как гром среди ясного неба. Но долго раздумывать она не стала, тем более, что сыну врачи прописали море. Уже полгода девушка работает в Крыму и привыкает к несколько новому укладу жизни. В августе месяце я переехала сюда с ребенком, мы посмотрели обстановку. В первую очередь, понятно, обращали внимание на безопасность, действительно ли безопасно здесь, как говорят, да и можно ли здесь жить. Когда поняли, что действительно безопасный регион, перспективный, нужно развиваться, тогда уже было на семейном совете принято решение переехать в пол. Переезжать сюда. Пока покупать недвижимость на побережье семья не собирается. Тем более, что стоимость квадратных метров за последние полгода значительно выросла. И жилье решили снимать в аренду, стоимость которой не сильно отличается от красноярской. Зато медицина только государственная. Частных клиник в небольших курортных городках нет. Большая часть узких специалистов приезжают работать в Крым летом. Но теперь многие российские компании открывают свои филиалы. И если прежняя крымская зарплата оставляла людей на грани выживания, то сейчас можно найти достойную работу. То, что пришел порядок, правильно сказал, да, то, что порядок пришел, они чувствуют. Порядок, некоторая стабильность. В большинстве в своем люди абсолютно адекватно понимают, что если бы они остались в составе Украины, здесь было бы Донбасс. Здесь была бы война. В межсезонье жизнь здесь идет очень размеренно. На улицах курортного городка с утра ни души. В это время года погода в Крыму очень переменчива. Еще пару дней назад здесь было плюс 20, зеленый, все цветет. Вчера мы прилетели в метель, а сегодня всего плюс 3. Ну, примерно как в Красноярске. При этом жизнь в курортных городках как будто замирает. Весной и осенью здесь буквально никого нет. Но все же здесь уже вовсю готовятся к новому курортному сезону. Собираясь в Крым, пока гостям полуострова и туристам не стоит рассчитывать на пластиковые карты. Российская банковская система на полуострове не работает. Так что ехать придется с наличными. Хотя некоторые гостиницы обещают, что к середине лета появится возможность рассчитываться пластиком. Туристов здесь очень ждут. Прошлый сезон все называют провальным и теперь все надежды на предстоящее лето. Предлагают разные варианты от съемок квартиры. Это обойдется примерно тысяч рублей за день до шикарных апартаментов. Размещение в трехзвездочном гостиничном номере будет стоить около трех тысяч за сутки. Бронирование на лето у нас радует, потому что гости звонят уже и на август, и на июль бронируют. Так что ожидания в принципе хорошие. Крымская весна. Теперь это не только цветущий миндаль, щепечущие на перебой птицы, слепящие глаза моря и просыпающиеся набережные курортных городов. Нагодовщина известных всему миру событий. И спустя это время жители полуострова не устают повторять. Спасибо, что вы с нами. Ну и еще немного праздника. Красноярский хоккейный клуб «Енисей» снова доказал, что он лучший в России в хоккее с мячом. Финальное противостояние с «Динамо», как и год назад, завершилось победой. Как пережили этот финал болельщики и сами спортсмены? О приятном вечере субботнего дня в нашем сюжете. Сосредоточенность перед началом матча она чувствовалась и на поле, и на трибунах. Жаль, что Хабаровский стадион на финале был почти пуст. Если бы не горстка красноярских болельщиков, была бы совсем беда. А здесь, в Красноярске, на родном стадионе, перед экраном собрались самые преданные поклонники команды, чтобы поддержать хоккеистов на расстоянии. Сколько народу приходит и любимую команду поддерживает. Это самая любимая команда города. Даже у меня матушка смотрит, ей 77 лет. Она вошла в раж, как говорится, любимая команда, действительно. Команды с первых минут ринулись в атаку и обменялись голами. А чего ждать, надо выигрывать. И вот тут при счете 1-1 среди болельщиков наступило затишье. На поле шла битва, и все ждали. Кто же сейчас забьет, мы или они? В глазах читается только одно. Ну давайте, парни, давайте. А забил второй гол Иван Максимов, вернувшийся из того самого Динамо в родную команду. И снова на трибунах ожидания. Кто-то молчит, а кто-то почти молится. Нужен гол. В этот раз небесная связь между Красноярском и Хабаровском работала на отлично. 3-1. Ну, как ожидаемо, был, то есть, проходив в таком ритме, как бы, верном. Игроки, как бы, естественно, готовились. Были какие-то заготовки. Но, я так думаю, у нас молодость, скорость. Должны, как бы, все-таки опыт победить. Все супер. Прогнозы. И все выиграет 5-3 или 5-2. Обязательно, без моблев. В начале второго тайма Динамо огрызнулось, забив гол. Но трибуны на это отреагировали спокойствием. И когда Эдланд и Бондаренко сделали явный прогноз нашего болельщика, на трибунах и в Красноярске, и в Хабаровске завели победную песню. Только, похоже, Сергей Ломанов-старший остался не совсем доволен. Рано пока. Финального свистка еще не было, надо играть. А вот в этом жесте весь Ломанов. Молодец, хорошо, но смотри мне, не расслабляйся. Хотя чего уж там, Сергей Иванович, команда в этом году заслужила. После всего я бы отметил, конечно, нашего вратаря Романа Черных. Очень молодец, очень здоровый по мухаммане, класс. Особенно в последней секунде. Молодцы, везде чемпион! Енисей второй год подряд и в третий раз в российской истории стал чемпионом. Я рад, что мы стали два раза подряд чемпионами России. Для ребят очень важно, для их всего будущего. А всего красноярская команда 14 раз становилась сильнейшей в стране. И никто из болельщиков не откажется в следующем году отметить небольшой юбилей. Енисей! 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 Сейчас некоторые хоккеисты Енисея остались в Хабаровске, чтобы готовиться к предстоящему чемпионату мира. Пожелаем им удачи. Удачи. Ну а после паузы мы вернемся к итогам. В Красноярске предложили установить памятник Сталину. У нас в гостях будут люди с разными точками зрения. Не переключайтесь. Вернемся к подведению итогов этой недели в студии Ян Ермешов и Дмитрий Болов. Представители коммунистической партии предлагают установить в Красноярске памятник Иосифу Сталину. Даже не памятник, бюст. Подобное уже было 10 лет назад, тогда памятник ненадолго поставили, но потом убрали. Есть разные точки зрения, надо сейчас делать это или нет. Мнения разделились. Гости нашей студии выскажут свои аргументы за и против. Но прежде мы предлагаем вспомнить, кем был Иосиф Сталин для нашей страны. Чтобы быть объективными, предлагаю взглянуть на его дела и личность с двух сторон. Иосиф Виссарионович Сталин. Руководитель советского государства с 1922 по 1953 годы. 30 лет, за которые наша страна коренным образом преобразилась. Из-за отсталой, зависимой и аграрной, превратившись в крупнейшую державу на планете. Центр социалистического мира. За годы правления Сталина промышленное производство выросло более чем в 20 раз. В США за тот же период только в два раза. Было построено несколько тысяч крупнейших индустриальных предприятий, которые составляют основу нашей промышленности и по сей день. В частности, у нас это Норильский комбинат и Красмаш. К слову, и сам Красноярский край, каким мы знаем его сейчас, был сформирован по велению Сталина. Волей же Сталина СССР приступил к исследованиям и внедрению атомных и космических технологий, автоматизации технологических процессов, тотальной электрификации и газификации страны. Организовал собственное производство бытовой техники. При Сталине в 1933 году Советский Союз стал первым в истории государством, в котором исчезла безработица. Численность населения СССР при Сталине увеличилась со 137 до 208 миллионов человек. И если до этого на 79% они были безграмотными, то при Сталине удалось выстроить систему образования так, что 89% советских людей к концу его правления уже были грамотными. И все эти достижения свершились на фоне того, что в период правления Сталина пришлось два раза восстанавливать страну после мировых войн. А одну войну, самую страшную, пережить и выйти победителем. Фашизм, планетарную угрозу, одолел советский народ. Но руководил им, и бессмысленно с этим спорить, Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин, тиран и диктатор Советского Союза, придя к власти по головам и трупам своих соратников и однопартийцев, он продолжил и виртуозно развил идею красного террора. Выстроенная им система управления государством основывалась на страхе. Кровавым пиком сталинизма стал большой террор 1937-38 года. Только за этот период к расстрелу было приговорено 700 тысяч человек, а если добавить сюда умерших в лагерях, жертвами большого террора стали более миллиона человек. В целом же за 30 лет сталинского управления жертвами репрессий стали до 40 миллионов человек, каждый пятый, включая детей. Даже Гитлер причинил нам в два раза меньше демографический урон. Сталинский режим занимался депортацией, а то и геноцидом целых народов. Здесь и крымские татары, и немцы по Волжье, и евреи, и народы Кавказа. Ссылали, кстати, и к нам. Созданные именно при Сталине Нориллак, Краслак и Енисейлак. Раскулачивание, продразверстка, ГУЛАГ, НКВД и бесконечные чистки в армии, в науке, в промышленности и сельском хозяйстве привели к вымыванию интеллектуальной элиты общества. Только перед началом войны сталинская система уничтожила 30 тысяч офицеров Красной Армии. Режиму не нужны были самостоятельные, умные и волевые люди. Ему нужна была покорная масса, способная писать доносы. Даже сегодня в наше время сложно найти семью, в которой деды и прадеды не пострадали от сталинских репрессий. Разные точки зрения. Поэтому мы сегодня пригласили к нам в студию людей, которые рассказывают абсолютно противоположные точки зрения, но то надо ли восстанавливать памятник Сталину или нет. Да, у нас сегодня в гостях Алексей Андреевич Баби, председатель Красноярского общества «Мемориал», и Владимир Семенович Бедарев, депутат секундательного собрания «Края». Так как вы инициаторы, начнем с вас. Владимир Семенович, почему считаете, что этот памятник должен быть поставленным? Ну, надо историческую справедливость все-таки осуществить перед тем поколением, которое уходит. Мы изготовили по просьбе и ветеранов, и прочее, и с подачи ветеранов бюст Иосифа Виссарионовича Сталина, который сегодня находится в Краевом комитете КПРФ. И вот 10 лет мы уже добиваемся с тем, чтобы его установить на почетное место. Я думаю, сегодня по новой несколько мы смотрим на историю нашей партии, историю нашей страны. В связи с присоединением Крыма мы обращаемся вновь к руководству. Сегодня подписались 16 депутатов городского совета, 18 депутатов законодательного, это одна треть от законодательного собрания, подписались тем, чтобы найти такое место и определить бюст, и отдать должное этому великому человеку. Александр Андреевич, пожалуйста, вам слово. Я думаю, вы можете реагировать и на слова уже оппонента, и на наш сюжет. Почему его ставить нельзя? Именно потому, что мнение противоречивого, вокруг него обязательно будут раздраи и склоки, и вандализм, и столкновения, и так далее. У нас в стране без этого хватает всех этих склок, раздрая, разваливания на несколько лагерей. Я предлагал 10 лет назад, и предлагаю, в общем-то, сейчас, значит, мораторий, не убирать старые памятники, как бы я ни относился к Ленину и Дзержинскому, пускай себе стоят. Но не ставить новые памятники ни Ленину, ни Сталину, потому что уберем памятник Сталину, значит, это, уберем памятник Ленину, какая-нибудь бабуха коммунистическая, она, у нее вот этот инфаркт будет, ну, зачем их обижать, оскорблять. Поставим памятник Сталину, будут инфаркты у тех, кто был репрессирован когда-то, которые думают, что все это кончилось. Вот если вы этого хотите, то, конечно, поставьте. Уважаемый господин Бабей, вот вы говорите, а как нам молодое поколение к нашей истории приучать? Вот говорим, одержали победу, великую победу, а кто руководил ей? А кто ей? Да вот так, я-то. Как говорил Черчилль, уж на что враг нашего советского государства, говорит, России повезло, что в этот тяжелый период возглавлял государство Иосиф Иссарионович Сталин. Черчилль сказал, а мы сегодня говорим, да ну зачем, да мы поссорим, да это. Никого мы не поссорим, а вот молодое это поколение должно знать, нашу историю всю. Мы сегодня за то стоим, что и царское, и ведическое, и прочее, это наша тысячелетняя история. Ведь с 1953 года Сталин упоминался как плохой человек. Это Хрущев, который сам, не зная ни историю, выдвигал. А вот, говорит, лимиты давали, значит, на это. Потому что такие, как Хрущев, им подобные, значит, просили. Больше нам надо расстрелить, больше. Сталин пресекал их всех. Были враги. И естественные, и многих не реабилитировали. Поскольку, значит, они действительно есть. Но у нас же как, у нас же сосед на соседа еще были. И сосед пошел, значит, туда, в тюрьму. А кто это виноват? Сталин, что ли, за это виноват? Мы виноваты все. Значит, говорим, Сталин не подписывал. Вам знаком этот почерк? Вот эта подпись? Ну и что? Подписывал, и расстрельный, и некоторые подписывали. Вот здесь прочитайте. А о чем подписать? Слух прочитайте. Да вы читайте, что вы мне... Я вам сейчас записок, знаете, сколько дать. А что там? Там написано, дать дополнительно Красноярскому краю 6 тысяч человек лимита по первой категории. Расстрелять 6 тысяч красноярцев. Чья подпись стоит? Ну и что? Ну и что? То есть, и ничего. За эти 10 лет мы собрали перечень списки тех, кто был бы против вашего памятника. Вот держите. Вот это списки. Вы их оставьте себе, а чему же? А я вам другие списки могу дать. Дайте списки тех участников войны, которые... Списки пишут, что они были. Держите. Чего мне стоит? Давайте тогда немножечко... Держите, держите. А что, Владимир, это люди, это красноярцы. Минуточку. Это красноярцы, которые... Поясните, пожалуйста, что это такое. Это книги памяти политических репрессий Красноярского края. Вот это вот все списки. В каждом из них 6-5-6 тысяч человек. Вот каждый из них, вот из этих списков, он бы... Ну вы друг другу тогда... Вы все живите. Чего же вы от народа-то обворачиваетесь? Это наш народ. Красноярский народ. Это наш народ. Вот эти все люди... Читайте вслух. Слух, читайте. Ну, читайте, если вам надо. Хорошо. Что вы суете? А что мы суем? Это люди, которые пострадали. Это люди, которые... Сталину один вопрос. Посмотрите им в глаза. Вот скажите им в глаза. 37-й год. Вот это фотографии, посмотрите. Это не 37-й год. Это раскулаченные крестьяне в данном случае. Ну и что крестьяне? Посмотрите им в глаза, скажите, я хочу поставить памятник. Люди... Тотя мог на вас расстрелял. Скажите, вслух. Еще раз я вам говорю, что не за... Ну, понесло. Ну, посмотрите им в глаза. Глаза посмотрите им. Им глаза посмотрите. Мне не надо смотреть. Уважаемые... Что, посмотрите немножко. Смотрите. Что вы в гору наружу? У меня вопрос к вам обоим. Вы говорите, что расколы не существуют. И тем не менее, даже здесь, сейчас, в нашей студии, есть вот недопонимание. Скажите мне, пожалуйста, и Владимир Семенович, и Алексей Андреевич, есть какой-то способ найти какой-то компромисс вот в этой ситуации? Я его озвучил. Мораторий. Не убирать старое, не ставить новое. Уважаемые, есть половина категории людей, которые уважают, половина, даже меньше половины. Вот вы их уважаете, например. Потому что я уважаю тех, кто погиб с его именем. С его именем шли в атаку и погибали. А тех, кого расстреляли, а его имя не уважаете. Потому что много и врагов было. У каждого есть свое мнение. И правильно это. Но, значит, сегодня дать возможность каждой категории иметь своих... Почему они репрессированным поставили памятник? Но почему другой, к части, не поставить памятник? Почему? Я вас спрашиваю. Например, которые расстреливали. Расстреливали там многие те, которые, значит, которые Ходор стрелял. Это Ежовы, это, значит, эти, которые действительно... И он в то время еще не владел полной, 100% государственной властью. Не владел. Он овладел в 1935 году, когда все эти были... Все-таки, я попытаюсь... Возможно ли компромисс? Возможно ли интересно брать? Можно, можно. Я вам говорю. То есть ставите и тем, и тем, и еще третьим, и четвертым. Да, конечно. Мы эту речь ведем, уважаемый, за то, что в 1941-1945 год он сделал. По вывсу репрессий, вот перечислять начинают. Некоторые с Солженицын дошел там до 200 миллионов. А кто же тогда работал? А кто победу одерживал? Кто предприятие строил? Зэки. Зэки. Как вы считаете, компромисс возможен? Я же сказал уже, единственное компромисс. Это очень просто... Вы мне потом подарите. Нет, нет, нет. До физических числей давайте до... Меня... Я понимаю, у вас прекрасно видно. Вы хотите от этого отделаться, вы от этого не отделаете. Не отделаете. Я вам вот тоже сейчас суду, сколько участников войны... Я, кстати, хотел бы привести... Чейндж, ваша папочка на мои, я готов. Ну, пример, что вот участники войны, все заявления, которые они нам оставили и ушли в мир иной, не дождавшись установки. Может, Алексей Андреевичу отдать, я так понимаю. Нет, это мое, я ему не дам. Все-таки я попробую завершить эту дискуссию. Я надеюсь, что в ближайшее время будет найден компромисс. Я думаю, что вот не таким образом, да, как мы отмены с фишками, а будет найден компромисс реальный. По крайней мере, на это рассчитываем не только мы, как ведущие, но я думаю, что и все эти по ситуации... Можно одну реплику всего сказать? Значит, сегодня мы документы, мы идем по законному пути. Есть комиссия в городской администрации, которая определяет по наименованиям, памятникам и прочее. Мы туда подаем документы с подписями всех и депутатов, и гаражам, и прочее. Но будут они рассматривать и определять вот это место. Будет ли? Разрешат, не разрешат? Но мы надеемся. Спасибо за ваше мнение. Мы все-таки надеемся, что компромисс возможен. Спасибо. Ну а после рекламы мы вернемся в студию и поговорим о льготной ипотеке и доступном жилье. Продолжаем подводить итоги недели. Ян Ермешов и Дмитрий Болотов в студии. На этой неделе в Красноярском крае начали принимать заявки по программе «Доступное жилье для российской семьи». Наш ОГИОН – один из немногих, кто попал в эту программу. В Красноярске стоимость жилья для участников будет 35 тысяч за квадратный метр, а в районах края еще и ниже. И вдобавок на этой неделе правительство одобрило запуск льготной ипотеки согласно антикризисному плану. И уже некоторые банки объявили, что будут выдавать ипотечные кредиты под 12-13% годовых. Наш корреспондент Дина Володина разбиралась в новшествах. Вот в таких, собственно говоря, непримиримых условиях живут российские студенты. Сергей – студент из Назарова, работает в Красноярске, имеет постоянный доход и снимает жилье. Говорит, сейчас его семья – это он и волнистый попугайчик. Но будущую жену нужно привезти в свой дом. Вообще за эту квартиру я плачу 14 тысяч без коммунальных услуг. Собственно говоря, дешевле уже обзавестись своим жильем, чем снимать. Платить, по сути говоря, те же самые деньги, но это уже свое. На этой неделе стало известно, кредиты на покупку жилья в новостройках теперь можно взять под 12% годовых. Низкая ставка по ипотеке стала возможной благодаря государственному субсидированию в рамках антикризисного плана. Программа «Действует год» с 1 марта этого до 1 марта 2016. Такой кредит можно получить только на покупку в квартиры в новостройке. Некоторые банки уже объявили о начале выдачи кредитов по госпрограмме. Максимальный срок кредита 30 лет, процентная ставка 12% годовых, максимальная сумма до 3 миллионов рублей, первоначальный взнос составляет от 20%. Сбербанк тоже предложил ставку 12% в рамках этой программы. В целом программа господдержки очень хорошо, что мы ее дождались. Это очень необходимая сейчас поддержка для нашего населения, для важного продукта – ипотека. Но эта программа на сегодняшний момент пока ограничена во времени. То есть с 18 марта она начинает действовать этого года, и до 31 декабря 2015 года мы принимаем заявки в рамках этой программы. Поэтому, безусловно, наверное, учитывая, что есть лимит ограничения во времени и лимит ограничения в цену по сумме субсидирования, хотя она достаточно большая, я думаю, что этим вопросом клиенту нужно уже сейчас заниматься. А у банка «Открытие» ставка составляет 12,55% годовых, но минимальный первоначальный взнос по такому кредиту должен быть 50%. Если рассчитать ипотеку для того же Сергея под самые выгодные 12%, то вариант выходит весьма неплохой. Квартира-студия в среднем 30 квадратных метров в Красноярске стоит 1,8 млн рублей, первоначальный взнос – 360 тысяч. Остальное – заемные средства банка. Оформляем кредит на 30 лет и платим в месяц примерно 14 812 рублей. Здравствуйте! Проходите, давайте знакомиться. Это Лиза, а это Даша. Многодетная мама Юлия сейчас в декретном отпуске, муж – работник бюджетной сферы. У них трое детей – девочки-близняшки и сын. Их семья тоже планирует покупку квартиры, но по программе «Жилье для российской семьи». Напомним, наш край попал в федеральную программу, по которой жилье можно купить дешевле. Не по 60, а по 35 тысяч рублей за квадратный метр. По ней в регионе планируется построить 480 тысяч квадратных метров жилья. Мы с мужем посчитали, что 35 тысяч рублей за квадратный метр – это вполне приемлемая цена, в два раза ниже рыночной цены. И продав свою квартиру, мы можем купить большую квартиру по площади. Примерно за 70 квадратов мы заплатим 2,5 миллиона. В Красноярске и Емельяновском районе такие дома будут возводить в Солнечном и Солонцах. Также строить эконом-жилье будут в Минусинске, Железногорске, Лесосибирске и Каннске. Возвести дома должны к 2017 году. Пока же в муниципалитетах собирают документы от желающих. Но ни Юля, ни ее муж толкаться в очередях не торопятся, потому как, уверяют специалисты, сейчас в этом нет смысла. Документы можно подать и в конце года. И как таковой очередности не будет. И что важно, купить жилье по льготной цене может любой житель края, независимо от прописки. Нужно только соответствовать требованиям. Житель Назарова, Боготола, Минусинска, к примеру, может приобрести жилье на любой территории, кроме Красноярского города Красноярска. А жители Крайнего Севера и жители Красноярска имеют право на любой территории. Если объединить обе программы, то расчеты по ипотеке выглядят так. Та самая квартира-студия будет стоить уже чуть дороже миллиона и платить за нее в месяц нужно будет 8640 рублей. Это эконом-жилье отличаться от коммерческого будет только ценой. Банкиры уверены, эти программы господдержки станут основным драйвером ипотеки в этом году. Банкиры отмечают, что спрос на ипотеку уже вырос на 30%. И вот на этой ноте мы и завершим нашу сегодняшнюю программу. Увидимся через неделю и подведем итоги предстоящих 7 дней. Всего вам доброго. До свидания. До следующего с Ксении.